Алмалык – наш город, и он нам дорог. Поводом прогуляться по улицам любимого города стал сюжет о том, как он готовится во всей своей красе встретить большой праздник – День Конституции Республики Узбекистан. Хотелось рассказать и показать, как преобразился наш Алмалык за последние годы. Хотелось, очень, но, увы, не получилось. И разговор пойдет о другом – о вандалах, которые уничтожают все прекрасное. Но для начала давайте разберемся, что такое вандализм. Это одна из форм разрушительного поведения человека, приводящая к гибели культурных и иных ценностей. Этот термин произошел от названия древнегерманского племени вандалов. В 455 году они овладели Римом и уничтожили в нем множество памятников античного и христианского искусства. Поэтому вандалами называют невежд, варваров, разрушителей ценностей. Современный вандализм – это преднамеренная порча и умышленное осквернение каких-либо материальных или духовных ценностей. Проявления вандализма приносят громадный финансовый ущерб и приводят к негативным социальным последствиям. Так, по некоторым оценкам, 30% затрат на ремонт в жилищно-коммунальной сфере приходится на ликвидацию последствий вандализма. Мы уже не раз поднимали тему вандализма в нашей программе. Но ВОЗ и ныне там. Ситуация не меняется. И каждый новый день приносит неприятные новости о том, что где-то вандалы разрушили детские площадки, сломали скамейки, ограждения, фонари. Такие случаи встречаются в каждой махале. Вот яркий пример. Когда-то перекресток в районе бывшей ковровой фабрики украшали цветущие клумбы, уютные беседки и яркие надписи на двух языках. «Алмалык – мой город». Но и здесь постарались вандалы. А здесь, как говорится без комментариев, измываться над памятью павших – не просто вандализм. Кощунство. Психологи утверждают, что зачастую проявления вандализма присущи подросткам и молодежи определенного возраста. Следует помнить, что по данным зарубежных исследований, оставленные безнаказанными случаи проявления детского вандализма приводят впоследствии к более серьезным преступлениям, таким как хулиганство, причинение побоев гражданам, умышленное уничтожение памятников культуры и истории, проявление экстремизма и другим формам агрессии. Вот почему особенно важно при ранних проявлениях разрушительного поведения среди детей и подростков понять их мотивацию, своевременно выявить и устранить причины, чтобы впоследствии не допустить более серьезных преступлений с их стороны. А это уже сфера деятельности специалистов инспекции по делам несовершеннолетних, махалинских комитетов, педагогов учебных заведений и, конечно же, общества. Примеров вандализма в городе, увы, немало. Один из последних – повреждение системы освещения в подземном пешеходном переходе в районе Айдин. Прошло всего три месяца со дня введения пешеходного перехода в эксплуатацию. Это долгожданное событие порадовало горожан, так как позволило обеспечить безопасный способ перехода дороги. Однако нашлись вандалы, которым яркое освещение подземного перехода оказалось не по душе, и они сломали светильники, установленные на потолке. Возникает вопрос, почему подобные деяния в нашем городе остаются безнаказанными? Иначе как объяснить появление новых случаев? И если правоохранительные органы не могут самостоятельно поймать хулиганов, то, может, им поможем мы, неравнодушные горожане? Мы предлагаем алмалыкчанам снимать на видео акты вандализма и других противоправных действий и присылать их нам в редакцию. Давайте вместе встанем на охрану порядка на улицах Алмалыка. Поможем ответственным лицам поймать и наказать правонарушителей. Ведь Алмалык – это наш с вами город, и он нам всем по-прежнему очень дорог.